Добрый день, уважаемые слушатели и подписчики! Меня зовут Казмина Елена, я психоаналитик, и сегодня мы поговорим про такую немаловажную тему, как границы. Я советую своим подписчикам взять тетрадку и ручку для того, чтобы записывать и фиксировать некоторые вещи, которые мы сегодня озвучим, и понять, насколько они применимы к вашей жизни, к вашей ситуации, и насколько сегодняшний эфир может практически вам помочь, потому что это важно. Мы встречаемся для того, чтобы вы нашли для себя ответы на те вопросы, которые вас беспокоят сегодня. Добрый день! Итак, границы. Ну, смотрите, границы обычно начинают нас беспокоить. Да, добрый день! Вопрос границ начинает нас беспокоить в тот момент, когда мы думаем, что нас обижают. Граница. Граница, нарушение границ, сохранение границ, уважение. Так, секундочку, да-да, сейчас я закреплю тему. Вот, отлично. Итак, тема границ обычно нас беспокоит, когда мы начинаем понимать, что что-то не так, что, ну, наши, допустим, коллеги по работе слишком сильно пользуются нашим благорасположением, да, что мы не можем сказать нет, не знаю, членам нашей семьи, маме, свекрови, мужу, детям, когда наш ресурс как будто бы все время тратится не на то, мы все время что-то делаем, но все время испытываем какие-то не очень позитивные ощущения, устаем сверх меры, чувствуем, что нас используют, думаем о том, что мы живем не своей жизнью, что мы делаем не свои выборы. И в этой ситуации очень важно понять, а что я делаю не так и чем я могу себе помочь. Смотрите, вопрос границ очень часто пересекается с двумя вопросами. Вопрос слияния вашего с кем-то и вопрос уважения. Вопрос слияния идет из-за далекого детства нашего с вами, когда родители сильно контролировали, сильно заботились и не оставляли ребенку собственного пространства. И вот это чувство неуважения к нашим границам, неуважения к нам как к личности мы с вами, ну, к сожалению, несем через всю жизнь. То есть ребенок, которого уважают, он не позволит другим людям на себя кричать, даже когда вырастет. Ребенок же, которого ради его же блага, да, там строго воспитывали и кричали на него достаточно часто, он не понимает, что крик – это недопустимое поведение в его сторону. Поэтому, когда вы чувствуете, что ваши границы взламывают, вы задаете себе вопрос сразу про уважение. Уважаю ли я себя? В чем для меня заключается понятие уважения? Как я могу это переложить на окружающую обстановку? И второй вопрос – нахожусь ли я в слиянии с тем объектом, субъектом, да, вот с той ситуацией, в которой я не могу сказать «нет» и поступить так, как мне хочется. Ну, потому что достаточно часто, например, в общении, не знаю, с возлюбленными, с детьми, с мужем, мы стараемся сделать так, чтобы было удобно им. И только потом уже задним умом понимаем, что, ну, на самом деле, я не знаю, я не хотела ехать на эту вечеринку, я не хотела сегодня, допустим, убирать дома, хотела просто отлежаться, да, или я не хотела идти на детский концерт. Но у меня внутри границ мало, они не выстроены, я в эти границы пускаю всех и сначала решаю вопросы так называемого общего блага, и только потом выстраиваю свои границы. Поэтому вот запишите себе где-нибудь, да, что если нарушаются мои границы, то всегда нужно думать о двух больших блоках. Первый – это вопрос слияния, нахожусь ли я в слиянии с тем человеком или с той ситуацией, которая вызывает у меня ощущение нарушения моих границ. И второе – это вопрос уважения. Уважаю ли я себя, уважаю ли я того, с кем я взаимодействую в этом вопросе. И если есть уважение и к себе, и к тому человеку, с которым возникает напряженная ситуация, то всегда можно корректно это обсудить и договориться. Однако, если включаются другие эмоции, то мы испытываем абсолютно разные ощущения, и на самом деле очень глубокие чувства всплывают. Мы сейчас с вами их перечислим и подумаем, что из этого совпадает с вашей личной историей. И я уже вижу, что присоединяется достаточно большое количество зрителей. Я буду рада, если вы будете задавать мне вопросы, или если вы будете описывать какую-то свою ситуацию, которая вас беспокоит, и мы совместно поищем решение. И тогда у нас будет диалог, а не монолог мой. И это будет полезно и для нас, и для тех подписчиков, у которых может быть аналогичные вопросы. Так вот, чувство вины. Чувство вины, которое у нас возникает, если вдруг мы говорим кому-то нет. Почему так происходит, и что можно с этим сделать? Вот смотрите, тут самая распространенная история. Допустим, подруга хотела с вами сходить в кинотеатр, а у вас нет на это сил, или вы договорились провести это время с семьей, или у вас свои личные планы, или вы просто хотите, не знаю, спать, или вы хотите посмотреть фильм дома и не хотите общаться с подругой. И вы ей говорите нет, вы отстаиваете свои границы, но при этом вы чувствуете, что ну ё-моё, ну вот она же так много для меня хорошего сделала, зачем же я ей сказала нет, вот почему так? Так, это вопрос того, что для вас собственные решения, собственные ощущения стоят не на первом месте, потому что отказать всегда можно достаточно лояльно и сказать ей правду про ваши испытываемые сейчас ощущения и терзания, и допустим передоговориться. Ну из разряда, слушай, я понимаю, что ты очень хочешь со мной сходить в кино, и в принципе мы даже договаривались, но вот у меня сегодня на это вообще нет сил. Давай мы отложим наш поход, ну например, через три дня, через неделю, не знаю, или приезжай ко мне на чай, кофе, я не готова сейчас идти в кинотеатр, у меня нет на это сил. О боже, мы до пандемии ходили в кинотеатр, да? Вот. И если вы тем не менее понимаете, что нет сил, нет желания, но вы не можете сказать нет и идёте в кинотеатр с этим человеком, ваши границы действительно нарушены. Но это вы позволили этой ситуации развернуться таким образом, чтобы ваши границы были нарушены. Но то же самое с таким очень значимым членом семьи, как свекровь, например, да? Потому что отношения же со свекровями, они разнятся очень по такой большой амплитуде. Есть свекрови, которые ведут себя по-европейски, то есть практически не участвуют в жизни молодой семьи, увиделись на каких-то, и даже не молодой, увиделись на каких-то праздниках, и в общем-то, ну окей. Вот. Но есть истории про жёстких и властных мам ваших мужей, которые в худшем варианте имеют ключи от ваших квартир, вламываются туда, смотрят, как часто вы меняете постельное бельё, как чисто вы моете посуду и так далее. И вот здесь границы вашего жилища тоже нарушаются. Если у вашей мамы есть ключ от вашей квартиры, ну это тоже на самом деле взламывание границ. И вот здесь, конечно, скорее всего будут обиды со стороны старшего поколения, да? Но вы должны понимать, что вот ваша жизнь – это то, что вы оберегаете. Не охраняете с пулемётами, то, что вы оберегаете. Если ваша свекровь позволяет себе вваливаться в вашу квартиру, извините, проверяя чистоту вашего постельного белья, ну извините, я беру крайние случаи, то это вот то, что вы не защитили, не оберегли. И на самом деле получается, что ваше взаимоотношение с мужем и та территория, на которой вы существуете, постоянно взламывается. И даже если вы живёте одна, и к вам вот так приходит ваша мама, это значит, что вы не сепарировались, не выстроили границы и не общаетесь с мамой, как взрослый со взрослым. Потому что когда общаются взрослые со взрослым, можно найти слова, аргументы, факты и сказать что-то там, допустим, «Мама, мы крайне рады вашим визитам, но готовы видеть вас там только по выходным, по субботам, всё остальное время мы работаем, мучаемся, у нас есть своя жизнь». Безусловно, скорее всего, с той стороны последуют какие-то реакции. Но эти реакции как бы вспыхнут и, скорее всего, пройдут. А вы дальше будете жить более спокойной, свободной жизнью. Потому что отстаивание границ – это передача другим их ответственности, но взять на себя свою ответственность. И возвращаясь к этому недопустимому случаю, когда свекровь проверяет частоту вашего постельного белья, вы пишете на себя ответственность, как часто это белье меняете, меняете ли вы вообще, или, я не знаю, вы спите на такой постельной организации, где, например, вообще нет пододеяльников, стирается сразу под одеяло. Это ваше решение. Вы несете за него ответственность, и вы оберегаете это решение от других. Еще такой очень тяжелый вопрос, с которым сталкиваются все, и во время пандемии тоже, это когда количество задач на работе становится больше, чем вы можете вынести. И вы на это тратите все свое личное время, все свои силы и внимание. На семью не остается, на хобби не остается. И такой, ну вот прям тревожный момент, что вам очень-очень тяжело проживать момент отказа руководства, потому что кроме вины, там еще всплывает и страх. Сейчас вот я скажу, что я не буду этого делать, и меня уволят, как я буду жить, на что я буду есть и так далее. Хорошо, если вы в партнер-ситуации, если вы одна и сами себя обеспечиваете, то кажется, что отказать руководству просто невозможно. И здесь мы тоже думаем о том, что нам важно оберегать себя как личность. Кто позаботится о вас как о человеке, если вы все время думаете о себе, как, допустим, о бизнес-функции или как о сотруднике, или как о работнике. И здесь, опять же, вот отказ от защиты границ, она может и должна быть аргументированной. Например, вам дают работу на выходные, и вы говорите, у меня сегодня планы, я очень извиняюсь, но у меня есть семейные задачи, и мы их решаем именно в эти выходные. Если количество задач, в принципе, в текущий момент превышает разумные пределы, вы тоже можете просто составить список. И защита своих границ, понимаете, это не швыряние бумаг на стол начальнику с криками «я этого делать не буду». Это попытка найти такой компромисс, где ваши интересы будут соблюдены, и границы ваши будут сбережены, то есть вы к ним будете относиться бережно. Конечно, когда вас затапливает страх, это сделать сложно. Поэтому в случае, если вы испытываете страх, и не можете сказать «нет», нужно сесть, записывайте, если я испытываю страх при защите своих границ, и написать, чего на самом деле вы боитесь. Вас уволят. Окей, вы никогда не найдете другую работу, вы умрете с голоду, или это страх того ребенка, которого мама ругала за любую оценку, отличную от пятерки. Это важно, потому что как только вы поймете, чего на самом деле вы боитесь, вы сможете думать о том, чтобы сказать «нет». И если вы сможете думать, размышлять на тему того, как вы скажете «нет», какие аргументы у вас для этого будут, вы сможете подготовить себе почву для защиты ваших границ. Если вдруг здесь включается физическое воздействие, ну, например, я не могу сказать «нет» мужу никогда, потому что иначе он меня ударит, то это физическое насилие по отношению к вам, и тут мы готовим пути отхода, и как только вам есть куда съехать, и кто вас защитит, вы говорите «нет». То есть ваше «нет», оно, которое исходит из страха, и вы не можете это «нет» сказать, нужно выяснить, что это за страх, и нужно подготовить, ну, пути и возможности сказать это «нет». Это всегда должно быть не демонстрацией, а спокойной уверенностью. Потому что, опять же, повторюсь, те, у кого в детстве границы не нарушались, на них, ну, правда, не орут начальники. А когда количество задач становится зашкаливающим, чаще всего это как бы обсуждается. Равно забота, равно любовь, то все мы немножечко изнасилованы нашим воспитанием. К сожалению, плохое слово, но из песни слов не выкинешь. Итак, невозможности сказать «нет» мешает отсутствие уважения, состояние слияния с тем, кому вы хотите сказать это «нет», потому что «нет», «моё» и «его», и чувство, из которого вы боитесь сказать это «нет», это может быть вина, это может быть страх, недостаточность аргументов. То есть «нет» – это не всегда грубость, «нет» – это просто «нет». И, знаете, еще есть такое самонаказание и самопожертвование. То есть у меня уже нет сил делать что-то, но я вот таким образом себя наказываю. Поэтому, ну как я могу сказать «нет»? Я тогда лишусь инструмента жертвенности себя. И вот здесь нужно понять, и это тоже лучше будет, если вы запишите этот пункт, это не занимаюсь ли я постоянным самопожертвованием. И, конечно, с жертвой вам тяжело сказать «нет», потому что, ну а как вы тогда будете находиться в состоянии жертвы, и как вы будете постоянно отыгрывать вот эту жертву. Поэтому, когда вы берете на себя больше работы, чем все остальные в отделе, например, спросите, не жертвуете ли вы собой. Когда у вас дети, подростки, например, ну убираетесь в доме только вы, и готовите только вы, спросите, а не жертвуете ли вы собой, и не пора ли вам вот эту часть вашей жизни начинать делегировать. Если у вас входит в обязаловку работа на приусадебных участках у родителей, спросите себя, действительно ли вы получаете удовольствие от садоводства и огородничества, действительно ли вы делаете это, потому что вам не выжить без этих овощей зимой, или вы это делаете, потому что этого требуют родители, а вы не можете им сказать «нет», потому что они обидятся, они всю жизнь растили эти овощи и так далее. Это вот, ну как бы кажется, что это такие мелкие вопросы, а на самом деле это качество вашей жизни. Как только вы не отстаиваете свои границы, вы начинаете выполнять чужие желания. И классно, если они совпадают с вашими. Но чаще всего ваши же границы нарушаются никогда, и вы, и тот человек, который нарушает ваши границы, хотите одного и того же, да? Это же часто, ну, прям противоположная история. И, ну, можно говорить «нет», можно искать компромиссы, можно говорить «нет», но если вы все время такая страдающая, самопожертвующая личность, которая и выходные, и картошку посадит, и еще там каждую, не знаю, субботу прогенералит квартиру, не знаю, в воскресенье еще сходит на 10 концертов с друзьями, подругами, детьми, вот, а в понедельник утром еле стаскивает себя с кровати, чтобы пойти на нелюбимую работу и сделать там в 5 раз больше, чем все остальные, это вот про самопожертвование, которое для вас имеет какой-то глубинный смысл. Но, опять же, как человек, который работает в психоанализе, я считаю, что это глубинные бессознательные установки, и в этом случае, ну, обязательно нужно обращаться к специалисту, ну, подумайте, вот, в какие моменты вы как раз не сможете сказать «нет» свекрови, сказать «нет» родителям, сказать «нет» начальнику, сказать «нет» мужу, мужчине, да, сказать «нет» детям. И вопрос не в том, не только в том, что вы не можете сказать «нет», а что если вы это из себя выдавили, то на вас навалились вот эти все чувства, страх, вина и ощущение, что вы перестали быть жертвой, но тогда вам кажется, что вы сразу стали агрессором, да, то есть вы вот не прогенералили квартиру, и все, как же мои дети будут жить в грязи, и вообще муж там от меня уйдет, потому что я неряха, и что-то еще. Вот здесь история про границы, это история про сбережение собственной целостности, про сбережение себя как личности и про сбережение своей энергии, чтобы направлять ее на то, что вам важно и нужно, а не на то, чтобы обслуживать желания всех окружающих вас, пусть даже очень близких, очень любимых людей. Я буду все-таки очень благодарна, если вы мне зададите пару-тройку вопросов, а то я как-то вещаю вот в пустоту и очень бы хотела вступить с вами в диалог. Так вот, я еще раз повторюсь, отслеживайте слияние или не слияние с тем объектом, который вам кажется, что нарушает ваши границы, и с объектом тоже. Ощущение уважения, уважаете ли вы себя, уважаете ли вы другого, и можете ли вы из уважения отказать, и те чувства, которые всплывают, когда вы хотите или говорите нет. Вина, страх, самопожертвование. И если вы смогли сказать нет, так сказать, нарушив свою парадигму самопожертвования, не чувствуете ли вы себя при этом агрессором. Дальше. Значит, право на радость. Вот тут очень такой тоже интересный момент. Разрешаете ли вы себе радоваться? Есть ли у вас право на радость, и как вы его себе вы даете, есть ли у вас для этого регламентированные там, не знаю, моменты, да, что, не знаю, получать радость можно только семьей, или получать радость можно только когда все дела переделаны, или какая радость сейчас пандемии на дворе, да. То есть, если у вас есть право на радость, вы его себе разрешаете, вы за собой это признаете, то вам достаточно спокойно будет говорить нет, там, не знаю, соседям, подругам, начальству, потому что у вас это время и силы предназначены для того, чтобы порадоваться, да, порадоваться себе, порадоваться жизни. И даже в очень тяжелых ситуациях можно найти какие-то штуки, которыми вы будете радовать себя. Подумайте об этом, потому что когда мы не разрешаем себе радоваться, в том числе и мелочам, попить вкусный чай или чашку шоколада в одиночестве, почитать там 20 минут книжку, которая нравится, посмотреть, может быть, и не очень такую развивающую, но серию радующие сериала, просто полежать после работы там 40 минут, чтобы вас никто при этом не трогал, не знаю, в конце концов завести себе кошку, даже если этого там, может быть, не хотят ваши домочадцы. Подумайте о том, даете ли вы себе право на радость, и, ну вот тоже, оберегаете ли вы его, то есть готовы ли вы поступить со своей радостью, чтобы выполнить сверхурочное, чтобы лишний раз убраться, чтобы удовлетворить чаяния родителей, свекрови и так далее. Не замучены ли вы посещением 12 детских кружков, когда вам хочется просто, не знаю, лежать и спать, да. Вот, поэтому мой шестой, получается, пункт – это право на радость, вы чекаете свое право на радость, есть ли оно у вас, даете ли вы ее себе, и чем вы ее подкрепляете, вот, сколько раз в неделю вы радуетесь, сколько раз в день вы радуетесь, что такое для вас радость, и что вы делаете, если ваша радость как бы вступает в некий конфликт с, ну, опять же, близкими людьми, да, или значимыми фигурами. Вот. Пятый пункт. Тяжелый такой момент, но это будет прям в домашнем задании. Подумайте, часто ли вы соглашаетесь, когда вас кто-то другой обвиняет. Вот, когда вас кто-то другой обвиняет, встаете ли вы на его сторону? Ну, когда, например, та же свекровь говорит, ах, ты такая сякая, ты меняешь постельное белье раз в две недели, а не раз в неделю, как делают все нормальные хозяйки. Вот. И история про унитаз лицо хозяйки особенно всегда меня радует, вот, потому что оно у меня другое лицо. Вот. Извиняюсь. Вот, когда вас в чем-то обвиняют, как вы реагируете? Что вы делаете? Принимаете ли вы это близко к сердцу? Встаете ли вы на сторону туда? И какого у вас внутри происходит в это время диалог? Из разряда, я вообще не считаю, что оценки это важно в жизни, зато у нас с ним близкие отношения, мы там проводим вместе время, не знаю, играем настольные игры, я учу его жизни, а не, там, урокам. Или вы думаете, да, она ведь права, тройки, все, иди сюда, садись учиться и так далее. То есть, вот подумайте о том, что если у вас кто-то обвиняет со стороны, вы все-таки защищаете себя или встаете на сторону вот этого другого человека. Потому что если вы встаете на сторону вот этого другого человека, то чаще всего значит, что ваш внутренний критик очень силен. Я всегда в таких случаях у своих клиентов спрашиваю, это, ну, ваш внутренний критик? Ну, и чаще всего я слышу ответ, что ну да, как бы вот к обвинениям присоединяется та часть меня, которая транслирует внутреннего критика. И я спрашиваю, а где ваш внутренний адвокат? И на этом моменте клиенты обычно зависают, потому что, ну, нас не учили правилам самоподдержки, нас не учили себя поддерживать, защищать, и мы никогда не размышляли о себе вот в таком ключе, да, внутренний критик, внутренний адвокат, что это вообще? И я говорю, ну, смотрите, если на вас кто-то нападает, то есть какая-то часть вас, которая соглашается с этим нападающим, ну, и должна же где-то быть здоровая часть, которая говорит, так, стоп, вот я живу так, потому что, ну, я это выбрал, это мое решение, это моя ответственность, да, это моя ответственность внутри вот того круга границ, которые я сберегаю, и я хочу в этих границах оставаться. Почему кто-то со стороны, ну, диктует мне, как должен учиться мой ребенок, не знаю, как я должна вести себя на работе, в конце концов, даже как одеваться, потому что критику вы можете принять и изменить что-то, а можете как бы сказать, нет, это вообще не про меня, это про тебя, и в том и в другом случае вы будете правы. Вопрос в том, что если вы чаще всего присоединяясь к критике другого человека, не защищаете себя, это значит, что у вас внутренний адвокат в отпуске, и пора бы его уже из этого отпуска вернуть, потому что если вы сами себя не забудете защищать и не защищаете перед другими, то, конечно, на вас хочется напасть, потому что, ну, если вы себя не уважаете, не бережете, зачем другим людям вас уважать и беречь? Вот эта история, которая раздражает многих клиентов, но на которую я настаиваю, если вы себя не уважаете, вас не уважают. Если вы себя не любите и не бережете, ну, скорее всего, вы и в мире вызываете такие же чувства. И вот история про то, что внутри, то есть снаружи, она имеет под собой абсолютную психоаналитическую основу, потому что если все части вас находятся в мире, вы исполняете свой ресурс, вы знаете, на что вы его тратите, вы живете свою жизнь, то вам достаточно просто отказывать тем людям, которые пытаются от этой жизни кусочки отъесть. Вашего времени, вашего внимания, ваших усилий, ваших нервов, вашей способности отдраивать квартиру, да, а если при этом вы цените себя, свою жизнь, свой образ жизни и вы уверены в том, что вы живете неправильно, а так, как вы выбрали, вот вам этот выбор отстаивать гораздо проще, чем когда вы пытаетесь быть хорошей, всем угодить и впасть там то в жертву, то в хорошую девочку, то в самую лучшую мать на земле, да, а еще лучше, самую, там, как-то, самую лучшую жену, любовницу и далее по списку. Вот, следующий момент, это ругаете ли вы себя за небольшие ошибки, способны ли вы себя прощать? Здесь опять встает вот вопрос внутреннего критика, внутреннего адвоката, мы все ошибаемся, ну, вы не бог, я не бог, мы все люди, мы совершаем ошибки и, ну, есть такая теория, что вообще жизнь – это путь ошибок, что те, кто ошибки не совершают, они как будто бы и не живут. Да, у каждой ошибки есть цена. Вопрос в том, что если вы несете ответственность за свою жизнь, то вы за эту ошибку платите. И даже если вы скажете нет вашему начальнику, он вам скажет уволена, то вы вдыхаете, выдыхаете и не говорите себе, ой, дура, что же я наделала, да зачем, как я в это вообще попала, и не знаю, почему это со мной произошло. А вы вдыхаете, выдыхаете и говорите себе, окей, со мной это произошло, я этого не хотела, но это случилось, какую я из этого могу извлечь пользу, какой урок, какой опыт, какие дальнейшие шаги я сделаю. Я выдержу то, не знаю, тяжелое, что со мной случится на пути моего следующего этапа, но я себя не буду добивать, я не буду себя допиливать за то, что у меня ребенок на тройке учится, что я не самая идеальная хозяйка, что я там не могу в чем-то разобраться, и за то, что я просто человек и женщина, а не, не знаю, там, идеальный человек с обложки Forbes, да, или с обложки плейбоя, ну, кому что ценно, близко и важно, вот, поэтому вы принимаете. Идеализировать других. Я прямо прошу, чтобы вы ее записали, да, то есть перестать принижать себя и идеализировать других. Все остальные люди такие же люди, как и вы. Вы не лучше и не хуже других людей. Да, каждый из нас в чем-то уникален, но вот это хороший и плохой, правильно, неправильно, лучше, хуже, это неприменимые слова в области человеческих взаимоотношений и в отношениях с собой в том числе. Поэтому, так как вы не лучше и не хуже других, и ваш начальник не лучше и не хуже других, вы с ним на равных в диалоге, что вы готовы за те деньги, что вам платят, выполнять свою работу, ну, условно, с 9 до 6, но вы ему больше ничем не обязаны. И, ну, в взаимоотношениях со свекровью, это мать вашего мужа, вы действительно должны испытывать к ней уважение, не хамить, не грубить, но это уважение – взаимоострый процесс, да, то есть вы относитесь с уважением, если вас не уважают, вы ставите блок, если вас уважают, то это поле, на котором можно договариваться, это очень-очень важно. Итак, следующий пункт, восьмой, да, это ругаете ли вы себя за незначительные ошибки и можно ли начать реагировать по-другому, вот. Ну, и седьмой пункт, который часто мешает нам отставить свои границы, это анализ того, как мы относимся к собственным удовольствиям и отказываемся ли мы от собственных удовольствий ради кого-то или ради чего-то. Я буду так благодарна, если вы мне все-таки зададите вопросы, я хоть буду понимать, говорю ли я в правильном направлении. Что касается удовольствий, мы все очень разные и у всех очень разные удовольствия. Для кого-то счастье на массаж сходить, для кого-то счастье в баню, для кого-то счастье в теплой ванной полежать, для кого-то счастье сериал посмотреть. Это то удовольствие, на которое каждый из нас имеет право. Нет такого, что я сейчас 40 розовых кустов посажу и только потом могу получать удовольствие. Нет такого, что сейчас я две недели буду упахиваться в хлам, а потом я наконец разрешу себе получить удовольствие в виде сна. Ну, на всякий случай сон это не удовольствие, а базовая потребность. И если у вас она не удовлетворена, задайте себе вопрос, зачем я так выстраиваю свою жизнь, что я хронически не высыпаюсь. «Ради чего большего вы не даете себе высыпаться?» Хороший вопрос тоже можете записать. «Ради чего большего я веду такой образ жизни?» И, соответственно, мы здесь можем протестировать, как часто вы отказываетесь от своего удовольствия в пользу других. Что вы считаете более важным, чем получение своего удовольствия? Приказ начальства, просьба мужа, звонок подруги, желание мамы провести с вами вечер. Что для вас важнее, чем ваше удовольствие? И если вы вот этот кейс рассмотрите и разберете, что да, я вот хотела посидеть сериал, посмотреть, но позвонила мама и пришлось идти к ней, то вы поймете, что вот здесь тоже история про соблюдение границ. Если вы от своих удовольствий так легко отказываетесь, то другие люди и не понимают, что вам нужно личное время, личное пространство, что у вас вообще есть право говорить это «нет». А у вас есть право говорить «нет» на все, с чем вы не согласны. Да, тут такой тонкий момент, что если вы в отношениях все время говорите «нет», то, может быть, вам и не нужны отношения, может быть, вам проще в одиночестве. Такой вариант тоже возможен. Но это, опять же, границы, которые вы оберегаете, не защищаете с танком и пушкой, не делаете их железобетонными, а просто оберегаете и сохраняете ту часть себя, тот образ жизни и то отношение к жизни, которое для вас ценно и дорого. Ох, и тут мы подходим к двум упражнениям, которые я хотела бы задать, как домашнее задание, дать вам на выполнение этого домашнего неделю, задания неделю. Но это тоже вопрос границ. Это не я вам даю задание, а вы можете сделать это, да, для улучшения собственной жизни и собственной реакции на окружающие события. Значит, вы описываете сильные эмоциональные события, вот на которые у вас прям пошла реакция. И пишите. Испытывали ли вы в этот момент удовольствие? Испытывали ли вы в этот момент уважение к себе и к другому? Испытывали ли вы в этот момент чувство слияния? Это нужно делать обязательно письменно. И желательно, чтобы этих событий за неделю набралось, но от трех и больше. И возможно, тогда вы увидите, что когда вы ругаетесь с мужем, на самом деле в какой-то момент вы испытываете чувство удовольствия от превосходства или от того, что потом у вас есть там примеряющий секс, еще от чего-то. Или от того, что вы опять жертва, и жертвы очень много удовольствия от этого испытывают. Это вторичная выгода, которая всегда есть. Второй момент. Испытываете ли вы уважение к тому человеку, с кем у вас вот такое яркое эмоциональное событие? Положительное ли, отрицательное ли? Ругаетесь ли вы с мужем, со свекровью, с детьми? Испытываете ли вы в этом момент уважение? Особенно с детьми. Если вы ругаетесь с ребенком, уважение к ребенку должно быть основой этой вашей ругани. Как бы он вас ни довел, как бы он вас ни выбесил, что бы не было у него в комнате, сколько бы часов он ни сидел в гаджете, можно ругаться и делать это уважительно. Нельзя обзываться, нельзя говорить ему, что ты там, не знаю, дурак дураком, будешь работать дворником и так далее. То есть вот любое эмоциональное событие, описывайте, что происходит, что вы чувствуете, нет ли в этом слияния и нет ли в этом неуважения. Если вы три события записали, чувствуете, что нигде я не уважаю, я не уважаю мужа, я не уважаю начальника, я не уважаю ребенка, это сразу вопрос, а уважаете ли вы себя. Потому что при отсутствии уважения выстраивать границы, отстаивать что-то достаточно тяжело и будет сложно эти границы оберегать, потому что уважение – основа хороших взаимоотношений между людьми, это важно. Когда вы описываете эмоциональные события в вашей жизни и чекаете их с точки зрения уважения, слияния и удовольствия, от процесса, я надеюсь, вы понимаете, что удовольствие я имею в виду – это какие-то скрытые выгоды, которые вы от этого конфликта получаете. И второе упражнение, которое я хочу вам дать, это все-таки упражнение про удовольствие. Во-первых, я думаю, что будет полезно записать, от каких вещей вы получаете удовольствие. Прямо назовите список «Моим удовольствия» и напишите там пунктов 30, вот что доставляет вам удовольствие, что дает вам ресурс. И потом, опять же, за неделю прочекайте, от скольких удовольствий и ради чего вы отказались. И вот это пунктирные линии, но покажет вам вашу границу, насколько вы ее готовы оберегать, насколько вы ее готовы защищать, как вы можете себе в этом помочь. И после анализа вот этих вот историй, ну, скорее всего, у вас появится больше опора на себя, больше ресурса и больше возможности свои эти границы обозначать. Опять же, не защищать с пушкой, но как минимум обозначать. Вот. Итак, давайте я сейчас повторю все, что мы проговорили за эти 40 минут. И, может быть, за это время кто-то созреет на вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Итак, если вы чувствуете нарушение ваших границ, две самых главных истории, которые чаще всего участвуют в этом вопросе, это то, что вы либо находитесь в слиянии с объектом, которому вы не можете сказать нет, либо вы не испытываете чувство уважения ни к человеку, с которым чувствуется нарушение границ, ни к себе. Это вот прям первые два пункта – слияние и уважение. Второе. Если вы не можете говорить нет без чувства вины, это какие-то ваши подсознательные реакции, и думайте о том, как это делать корректно, но выбирать себя. Если чувство вины непроходящее, ну, как во многих других случаях, я рекомендую обратиться к психотерапевту, к психоаналитику, к любому поддерживающему психологу, потому что это важно, и это ваша история. Чувство вины и стыда – самые сложные чувства, сложные проживаемые, и они ничего не дают тому, кто это испытывает, кроме потери ресурса, и ничего не дают тому, перед кем вы это чувство вину испытываете. То есть вот чувство вины, ну, бессмысленнее и тяжелее, чувства нет. Поэтому если сами не справляетесь, найдите себе поддерживающего специалиста и сделайте эту часть вашей жизни лучше. Позаботьтесь о своей психологической безопасности. Итак, слияние, уважение, чувство вины, которое возникает, если вы говорите «нет», чувство страха, которое возникает, если вы говорите «нет». Напомню, что если возникает страх, опишите, от чего этот страх, что самое страшное может случиться и к чему может привести отказ от этого страха. То есть, что самое страшное может случиться и что хорошее случится, если вы этот страх преодолеете и научитесь говорить нет. Дальше. Самопожертвование и самонаказание. То есть подумайте о том, что если вы позволяете другому нарушать ваши границы, не находитесь ли вы постоянно в состоянии самопожертвования или самонаказания. Если да, то ищите свои вторичные выгоды. Чем вам выгодно быть жертвой, а не жить нормальной, полной, счастливой жизнью? Дальше. Право на радость. Подумайте о том, есть ли у вас право на радость в принципе, как часто вы разрешаете себе радоваться, и как часто вы разрешаете себе радоваться, может быть, в неподходящих условиях, да, и что для вас важнее все-таки, ваше право на радость или ваши там обязательства, долги и так далее. Значит, потом следующий пункт, он у нас идет седьмым. Подумайте о том, соглашаетесь ли вы с теми, кто обвиняет вас. Кто у вас часто выходит на сцену? Ваш внутренний критик или ваш внутренний адвокат? Знаете ли вы о существовании вашего адвоката? Может ли он вас защитить перед теми, кто вас обвиняет? Опять же, какая вторичная выгода для вас присоединяться к тому, кто вас обвиняет, а не жить своей жизнью и транслировать это в мир? Восьмой пункт. Проанализируйте, ругаете ли вы себя за ошибки, за незначительные, да и за значительные тоже. Ругание себя, вот это само истязание, оно смысла не имеет. На ошибках мы либо учимся и признаем их, либо мы горюем, что мы совершили эту ошибку, идем дальше. Как бы ругать себя и наказывать за нее смысла нет. Совершение ошибки уже достаточное наказание для того переживания, которое с вами произошло. И последний пункт, девятый он у меня идет, это отказываетесь ли вы от удовольствия. Смотрите, право на радость и отказ от удовольствия, это чуть-чуть, но разные вещи. Удовольствие это то, что вы можете сделать для себя почти в любой момент времени. А радость это позволяет ли вы себе радоваться в принципе и быть в состоянии счастья в момент пандемии тоже. Ой, вот всех там сокращают, увольняют, а я все равно хочу жить, радоваться. Не знаю, смотреть на реку и видеть счастье. Не знаю, чуть английский от того, что я узнала, радоваться от того, что я узнала новые слова. В конце концов, позаниматься сексом с мужем, получить и удовольствие, и порадоваться от этого. Итак, девять пунктов, я надеюсь, вы их записали. И в следующий раз, если ваши границы взломают или вам покажется, что ваши границы взломаны, прочекайте себя и подумайте, что вы могли бы изменить для того, чтобы ваши границы оберегались. И еще-еще домашние задания. Это упражнения на описание эмоциональных событий и описание эмоциональных событий в динамике не меньше трех за неделю. И описание с точки зрения слияния, уважения. И какие эмоции, включая какое-то такое подсознательное вторичное удовольствие, вы получаете из этих эмоциональных событий. И хорошие, и плохие. Просто яркие события вы описываете. И напишите себе следующее упражнение. Напишите себе список удовольствий. Прочекайте, сколько раз вы доставляли себе удовольствие за неделю, за день, за месяц. И если это вообще в жизни не происходит, вы не доставляете себе удовольствия, задайте себе вопрос, а ради чего большего я занимаюсь самоистязанием? Ради чего большего я так живу, что в моей жизни нет удовольствия? Ради чего большего я как-то пытаюсь быть больше хорошей девочкой, нежели счастливой женщиной? С вами была психоаналитика Елена Казьмина. Жду, что вопросов не было, но будем думать, что вы их бережете на следующий эфир. Я очень рада, что мы с вами.